Дети наряжены, елка украшена, аниматоры на месте. Казалось бы, обычный новогодний утренник. Но внимание толпы приковано к одному из закутков фойе филармонии. Скромно, в уголке, главный кошатник России Юрий Куклачев оставляет автографы на страницах собственной книги. Уроки доброты, так называется пособие, можно изучить за 200 рублей. Но цена людей не смущает и живая очередь не уменьшается. А пока взрослые покупают доброту, дети облепили хмурую редиску. Такое у этого прекрасного мохнатого прозвище. Ребятишки в восторге. Кстати, фото с редиской стоит, как и книжка, 200 рублей. Мне есть кот Филипп, чтобы он тоже выступал на сцене. Если судить по сложности номеров в спектакле «Лесная сказка», то кот Филипп, домашнее животное четырехлетней Дианы, смог бы без особого труда пополнить ряды артистов театра Куклачева. В театре Куклачева сейчас более 200 четвероногих сотрудников. До Кемерова доехали 30 кошек и 5 собак. Куклачев говорит, что свою многочисленную мохнатую братью не дрессирует, а воспитывает. Я люблю и собак, и кошек. Это домашние животные. Собачка и кошка, они неразлучимы. Кто говорит, я люблю больше собак, я люблю больше кошек, это немножко неправильно. Немножко пересмотрите свое отношение к живому миру природы. Собачка прекрасна, ты приходишь, она тебе в восторг эмоциональную, она тебе в хвостик увиляет, прыгает, сразу руки лижут, целует, ой, прям счастье, что ты пришел в дом. Кошка, она более сдержанна. У нее внутри это все находится, огонь, она рада, что пришел ты в дом, ее любимый человек, и она прыгнет тебе в постель. Оказалось, Кузбасс единственный регион России, где в каждой школе, в каждой детской библиотеке можно найти книги и диски Юрия Куклачева «Теория добра». Мы не знаем, пользуются ли популярностью эти добрые пособия в регионе, но спектакли уникального кошачьего театра Куклачева собрали в Кемерове аншлаги. Анна Печенегова, Алексей Зайцев, новости моего города.